Привет, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер и в этом выпуске хочется поговорить с вами о очень интересных лотах, которые сейчас есть на сайте Виолити. Действительно, я отслеживаю эту тематику. Это монетки к Древней Греции. То, что хочется положить к себе в коллекцию или, по крайней мере, знать, какой сейчас рынок на данные монеты. Самая известная, пожалуй, монета это Тетродрахма, это Серебро, Афины, Греция. И сейчас мы видим торги на эту конкретную монету. Ну, как я понял, торги уже закончились и вот финальная цена. И данный продавец выставил еще одну монетку. Возможно, для кого-то из вас она будет интересна. Я оставлю ссылочку в описании. Вообще, Афина это город, который с V века до н.э. играл ведущую роль в истории Древней Греции. И именно в это время Афина становится центром греческой культуры. И со времен легендарных афинских правителей, вот имена их вы видите здесь чуть ниже, здесь строилось огромное количество храмов и дворцов. И они украшались великолепными скульптурами. И наиболее выдающимися архитектурными памятниками данной эпохи являлся храм Афины. Собственно, ее мы видим на этой монете. Но, к сожалению, статуя Афины не сохранилась до нашего времени. Однако, голова ее представлена на афинских монетах. Как правило, на аверсе монет древних Афин изображен профильный портрет богини Афины в шлеме с гребнем. А на реверсе, как вы видите, сова, символизирующая мудрость богини. Такая монета выпускалась без изменений в течение 400 лет. И вот мы видим сейчас, та монетка, которая была выставлена, она продалась за 25 556 гривен. Довольно красивый у нее рельеф. Действительно, сова потрясающе просто выглядит. И сейчас я вижу, что выставлена вторая монета 454 года до нашей эры. Вес указан. И торги на нее будут еще до 3 числа. И кому тема эта интересна, я рекомендую зайти посмотреть. Ну и в целом, это та монета, которая очень узнаваемая, которая 400 лет ходила. И на самом деле, для многих коллекционеров, это такая вещь, которую хочется положить к себе в коллекцию. Даже если они собирают, например, там, тему монет Украины или какую-то другую. Ну, вообще, тема античных монет для меня новая. И вот я хочу показать вам, я купил еще себе на аукционе несколько разных монет, но пока не разбирался именно в правителях, потому что у меня нет каталога. Ну, я думаю, для того, чтобы разобраться в конкретно правителях и что это за монеты, достаточно написать на форум, либо форум Виолити, либо какой-то специализированный по данной тематике монетам. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, для кого эта тема близка, какие форумы вы используетесь, например, по Древней Греции, потому что новая для меня тема. Но монетки выглядят очень круто. И, кстати, размеры у них довольно-таки и маленькие. Сейчас я вам озвучу, какой курс тетрадрахмы. На самом деле, серебряная тетрадрахма, это было, она приравнивалась к 24 оболам. Оболы – это вот такой вот размер, очень-очень маленький. Я не знаю, как они хранили в каких-то мешочках, наверное, такие монеты. Конечно, там еще были и другие номиналы, это и стартеры, и драхмы, тетраболы, триболы, диаболы, оболы. Ну, и по факту, сейчас я вам прикреплю такую табличку, чтобы вы увидели, какой курс был на тот этап времени на данный обмен. Довольно это интересная тема. И, кстати, друзья, если хотите, пишите мне по этой теме в Инстаграм. Буду рад с кем-то познакомиться, пообщаться, кто собирает именно монеты Древней Греции. Спасибо всем, кто посмотрел этот видеоролик. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на такую монету вживьем. И, возможно, вы примете участие в электронных торгах на данную позицию. Всем хорошего настроения и пока-пока.